Неприятные последствия жгучих морозов не заставили себя долго ждать. Из-за прорыва теплотрассы в этой школе учебного дня не случилось. Температура в здании опустилась до 12 градусов. Не критично, конечно. Тем не менее, по нормам Санпина заниматься в такой обстановке детям запрещено. Неполадки теплопровода в пятницу обнаружили работники котельной. Резко начала падать температура и давление. Но место порыва не могут найти. Вода не выходит наружу. Лишь через три дня удалось выяснить, что авария где-то в районе школы. Копают рабочие вслепую. Труба могла лопнуть в любом месте. Проверить решили первый колодец. Чтобы отогреть землю и добраться до труб ушли еще сутки и 4 тонны угля. Вчера раскопали, но немножко не попали, не угадали. Провал не в самом колодце, а между колодцами. И между колодцами расстояние большое, где-то порядка 40 метров. И вот точно определить место было сложно. Но плюс к тому же трасса была сделана уже давно. Как таково коммунальной службы в Знаменке нет, поэтому выходят из ситуации своими силами. Порыв ищут работники сельсовета и школы. Помощь пришла также из Баграда. Пригнали экскаватор. Своей техники в селе нет. Тем не менее, температура в зданиях с центральным отоплением плюс 16 градусов. Котельная работает на полную мощность, чтобы не разморозить всю систему. Больница принимает пациентов в обычном режиме, а вот десанты школа пустуют. В школе обучается 161 ребенок. Каникулы у нас маленечко продлены. Часы, предполагаемые учебным планом, будут выданы детям в полном объеме. За счет либо сокращения весенних каникул, либо учебы в субботние дни. Родители не звонят, они все относятся с пониманием. И все знают, что процесс идет, работа над тем, чтобы нам температурный режим наладили. Поэтому никакой паники нет. Нам позвонили учителя. Сказали, что... Не учился неделю. Обрадовались. Чем будете заниматься? Коньки, горки и все такое. Порыв на теплотрассе все еще не найден. Бригада на месте аварии работает сутками. Непроверенными остались еще несколько десятков метров трубы. То есть, в лучшем случае, работы завершатся только к выходным. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов. Вести Хакасия.